Доброго времени суток всем почитателям канала Фанни Машу Мускул. Канал продолжает свою работу и сейчас мы с вами сделаем одну интересную такую вещь. Мы сейчас будем готовить белый грибной суп. Итак, для этого нам понадобится непосредственно сам белый грибной суп и горячая вода. Пока будет греться чайник, я вам немного расскажу о предыстории, как появилась идея создания этого супа. Для нас традиционно суп из грибов, преимущественно идут белые грибы, он готовится обычным способом, когда идет отвар из грибов. Саму идею белого грибного супа я привез из Варшавы, когда я работал там поваром в сети ресторанов. Мне очень было удивительным тот момент, что при приготовлении грибного супа они добавляли, то есть по польской рецептуре они добавляли сливки. Довольно-таки странный для меня был этот момент, но когда я попробовал такой вариант приготовления этого супа, мне он очень понравился. И такая идея сделать натуральный продукт, который был экологически чистым, безопасным и полезным. И в то же время готовым сразу к потреблению появилась вот такая идея приготовить такой вот продукт. В результате личных таких изысканий, множества проб, был все-таки создан вот такой вот продукт, который мы сейчас будем готовить. Значит, возможно, некоторым людям кажется, что для изготовления таких продуктов, порошковых супов, идут какие-то там отходы грибного производства или какие-то некачественные грибы. Сразу должен отметить, что для того, чтобы приготовить качественный порошок из грибов вешенка, это будет основным составляющим этого супа, нужен качественный продукт. Это не обязательно должны быть по форме кондиционные грибы, но они должны быть абсолютно свежими. Второй момент, для переработки они должны быть абсолютно сухими. В противном случае создаются определенные трудности при переработке этого продукта. И, значит, из составляющих этого продукта, то есть основным компонентом, это будет являться грибной порошок вешенки или это скорее даже не грибной порошок, а грибная мука. Для того, чтобы этот продукт, который будет приготовлен, был более таким приемлемым для восприятия по вкусу, в него, естественным образом, должны быть добавлены определенные ингредиенты, которые будут делать этот суп. Соответственно, там должна быть соль, соответственно, должны быть загустители, ну, в данном случае это используется, крахмал. И некоторые компоненты, которые должны сделать этот суп по вкусу таким, чтобы он нравился потребителю. Значит, чтобы избежать конфликта относительно составляющих этого супа, значит, в его состав входят все ингредиенты, которые входят в его состав, куплены, покупаются в маркете, то есть это продукты, которые допущены к реализации в сети маркетов, там, супермаркетов по Украине, то есть имеют все соответствующие там разрешения и безопасны. Значит, вот здесь уже находится готовый продукт, вот здесь находится грибной порошок вешенки. В состав также будут входить, естественно, белые сушеные грибы. Они довольно-таки разнообразят вкус этого супа. И, скажем так, относительно экологичности, ну, например, для, ну, есть определенные стереотипы по восприятию, по вкусу, и они уже так сложились в наше время, что очень, ну, мы привыкли к разного рода усилителям вкуса. Ну, чтобы этот момент как бы максимально обойти и стараться максимально, ну, снизить содержание вот разного рода там стабилизаторов и так дальше, вот, например, для усиления вкуса я использую корень селеры, скажем так. Это вместо, там, глютамоната натрия, скажем, это сушеный корень, который будет усиливать, ну, и придавать более такой изысканный вкус этому продукту. Итак, сейчас вот чайник нагрелась вода, сейчас мы попробуем, не попробуем, а приготовим вот этот суп. Значит, для этого мы, для приготовления одной порции, мы берем, ну, включим весы, так, чтобы было наглядно. Итак, мы берем одну, вот такую ложку, ну, скажем так, большую такую ложку, вот, грибного супа. Мы взвесим. Значит, по весу здесь получается приблизительно 15-16 граммов, это идет на одну порцию, на приготовление одной порции такого супа. Засыпаем этот суп в емкость. Я специально для приготовления взял вот прозрачную такую вот кружку, для того, чтобы наглядно было видно, что суп в результате получится белый. Значит, как я сказал, что белый грибной из-за того, что он в своем составе содержит сливки. То есть, тот продукт, который, сам порошок, он уже имеет в себе сливки, которые, ну, сами по вкусу самодостаточны. Ну, я, например, для себя, когда готовлю порцию такого супа, то я, мне больше нравится еще добавить все-таки натуральных, просто, сливок. Так, что мы сейчас и сделаем. Вот, мы добавим, ну, где-то вот 3 столовых ложки я добавил. Сливок. Теперь нужно этот порошок развести. Для этого мы добавим небольшое количество воды. И вот, в результате так не видно. И вот в результате мы получаем очень такой густой, очень такой, ну, густой такой вот состав. В принципе, этого уже достаточно для того, чтобы приготовить соус бешамель. Если взять небольшое количество воды, то таким образом можно приготовить вот просто и быстро соус бешамель, ну, скажем, на одну порцию, там, вермишель или, там, или порцию картофельного пире. Вот, и в дальнейшем, когда хорошо развели вот этот суп в большом количестве кипятка, мы добавляем до полной чашки, это приблизительно 250 мл. Так как гриб, ну, так как суп состоит из натуральных продуктов, натурального порошка, вешенки и измельченных белых грибов, то ему определенное время нужно для того, чтобы он заварился. Значит, для этого, после того, когда мы его приготовили, нужно 2-3 минутки набраться терпения и немножко подождать, тогда, ну, и сами ингредиенты немножко пропарятся и суп наберет хорошего такого вкуса. В принципе, по приготовлению можно сказать все. Как видим, очень быстро и удобно такой суп готовить, если это какие-то заведения, кафе, например, то приготовление таким образом не требует предварительного приготовления какого-то количества этого супа, то есть сам порошок используется очень рационально. Что нужно еще добавить, это, можно сказать так, готовая натуральная приправа грибная для разного рода продуктов, которое можно приготовить. Этот суп можно подавать с вермишелью, например, или из этого порошка его можно использовать как приправу, как добавку при приготовлении чанахи, при приготовлении каких-то других грибных блюд, или масса таких вот направлений, как его можно, скажем, использовать. в небольшом количестве, и, соответственно, если определенным образом, то есть добавить там какмал, воду, то можно приготовить быстро и удобно порцию соуса бешамель или там какое-то большее количество. Ну вот, несколько минут прошло, суп немного остыл, и можно его уже потреблять. Вот, имеет довольно такую густую консистенцию и действительно белый цвет. Нужно еще сказать, для того, чтобы продукт получился более питательным, можно порекомендовать в него добавить также столовую ложку оливкового масла. Он будет более такой питательный, более такой выраженный вкус, и если его подавать с вермишелью, то будет намного вкуснее, но, скажем так, с этим продуктом вы можете сами делать какие-то свои эксперименты, находить какие-то другие аспекты применения и так дальше. Ну, а я желаю вам всем приятного аппетита и до новых встреч! Вот и сколько... Действительно, сколько не пью, мне вот этот приготовленный такой... Суп вот поражается. Он действительно, искренне вам скажу, он просто классный. Действительно, очень вкусный, такой вот питательный и полезный продукт. Где-то в Российской Федерации они продают грибной порошок в США, грибной порошок в вешенки. Позиционируют они его как средство для похудания. То есть, из расчета, что если этот порошок разбавить кипятком, то есть, приготовить из него вот такой вот настой, его выпить, то грибной порошок, набухая в желудочно-кишечном тракте, снижает аппетит. Ну, скажем так, попробуйте употреблять вот такой грибной суп в качестве, ну, скажем так, для снижения аппетита. Для того, чтобы заменить обычное употребление пищи, например, вот таким продуктом, насколько это будет хорошо, насколько будет это приемлемо, но достаточно большое содержание в этом грибном супе именно грибного порошка вешенки делает его, ну, действительно полезным ну, и вкусным продуктом.